Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Познакомимся с Западной Арменией, провинцией Ван. Арцах столкнулся с локальными боевыми действиями. Председатель Национального собрания Арцаха обратился к народу. Президент Арцаха Рейкар Утюням подписал указ. Порух находится под контролем российских миротворцев. Армянские силы сохраняют контроль над частью Караглуха. Второй номер журнала «Анаиды» выйдет 5 апреля. Иран и Армения обсудили развитие долгосрочного сотрудничества в энергетической сфере. Дополнит список ценностей нематериального культурного наследия Армении. Провинция Ван – административная единица Османской империи в Западной Армении с центром Ван. В него входили основные части Воспураканской провинции Великой Армении, Мокской, Корчакской и Туруберанской провинций. В XVI и XVII веках в него входил Баязет, который в начале XVIII века перешел к Эрзруму. До 1840-х годов в провинции Ван существовали полунезависимые курдские власти, а также армянские автономные власти. Наиболее известные горные вершины провинции Ван – Сепан, Гелон, Тондрак и другие. Город Ван был важнейшим центром торговли и ремесел, богато полезными ископаемыми – золото, уголь, соль, нефть. Благодаря героической битве при Ване в 1915 году большая часть армян провинции была спасена от резни. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян направил обращение к народу Арцаха. Все принципиальные вопросы, касающиеся Республики Арцах, решаются в Совете безопасности Республики Арцах. Арцах столкнулся с локальными боевыми действиями. Последние заседания Совета безопасности Республики Арцах и последняя встреча президента Республики Арцах председателя Совета безопасности в Национальном собрании веселяет надежду, что мы на правильном пути. Дай бог и будет так дальше, говорится в сообщении. 26 марта президент Республики Арцах Арайка Рутюням подписал указ об ограничениях в условиях, объявленного на территории Республики Арцах, военного положения. Согласно указу, в период действия военного положения в установленном законном порядке ограничено право на свободу собраний, забастовки и иные меры по прекращению или приостановлению деятельности организации запрещены. Пропаганда против обороноспособности и безопасности Республики Арцах и деятельность других организаций приостановлена. Ответственность за обеспечение применения временных ограничений, установленных настоящим указом, возлагается на Министерство внутренних дел Республики Арцах и Службу национальной безопасности. По состоянию на 12.00 28 марта оперативно-тактическая обстановка на всей линии соприкосновения относительно стабильна. Существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает информационный штаб Арцаха. Согласно сообщению, село Порух сейчас находится в зоне контроля российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе. Благодаря мужественным усилиям вооруженных сил Арцаха армянской стороне удалось остановить продвижение азербайджанских вооруженных сил и сохранить контроль над основной частью горы Карагалук, сообщили в информационном штабе. Западная Армения осуждает агрессию против ее суверенной территории и напоминает Азербайджану о соблюдении международного права. Азербайджан является государством, которому при подписании Северского договора было сообщено, что любая агрессия против западной Армении и ее населения ставит под сомнение его легитимность как государство. Второй номер армянского журнала «Анаида» выйдет во Франции 5 апреля на четырех языках – армянском, русском, английском и французском. Следует отметить, что сначала журнал издавался только на французском языке. Благодаря этому журналу читатели могут ознакомиться с общественной и личной жизнью видных армян, проживающих в разных странах, особенно во Франции. Помимо всего этого, вы сможете ознакомиться с нюансами армянского боевого искусства «Айчампа», а также прочитать статьи, анализирующие подробности геноцида, совершенного против армян. Министр нефти Ирана Джаваду Джи и советник-премьер-министра Армении Арташе Стуманян обсудили развитие долгосрочного сотрудничества в энергетической сфере, сообщает Мехер. С 15 мая 2009 года Армения получает газ из Ирана по газопроводу «Иран-Армения». В рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию» иранский газ перерабатывается на территории Армении в электроэнергию, которая предназначена для экспорта в Иран. В правительстве Республики Армения представлено утверждение проекта внесения изменений и дополнения в постановление правительства Республики Армения от 11 марта 2010 года. Согласно проекту решения, перечень ценностей нематериального культурного наследия Республики Армения, состоявший из 45 элементов, дополнен шестью элементами. Это вышивание, традиция сбора дикорастущих растений и плодов в общинах Тавужской области Республики Армения, походы в горы, традиция фермерского животноводства Тавужской области Республики Армения, традиция изготовления чечиловских сыров в Ширакской области, традиция изготовления и использования гаварской пахлавы, приготовления чахатутту. Этим же решением внесены изменения в информацию о зарегистрированных ранее праздниках Тарандезы Вардавар. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.